Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня у меня непростое включение, и можно сказать, что сегодняшний день вдохновил меня и выдушевил в прямом смысле этого слова. Я прям парю, прям парю в облаках, я бы сказал бы, летаю от счастья, и всему тому виной компания Bluehole, кто не знает, это компания, которая у нас выкатила Теру и группу Лэйн о новом Баттлграун, которые... И в этом году они продолжают свое просто, я не знаю, победоносное шествие лично для меня. Ребята сегодня сделали мой день, и возможно, следующие годы и года, я очень на это надеюсь, как и все любители жанра MMORPG. Сегодня создавался анонс игры Air, или, расшифровывается, Ascent Infinity Realm. Раньше было у нее название Project V. Проект, о котором мы всем говорили, и даже лично я о нем говорил, и планировалось то, что это будет совершенно другой сеттинг, связанный с вампирами и оборотнями, но реальность такова. И она звучит в том, что это, ребята, стимпанк. Сказать, что я... Ну, по мне прям вот не видно, вот вообще абсолютно не видно, что я фанат стимпанка, что весь канал и все прочее. Просто, понимаете, настолько переполняют меня эмоции. И хочется сейчас на эмоциях вам рассказать, а потом объективно посмотреть ролик презентационный и сделать какие-то с ним выводы. Игра разрабатывалась очень давно, и поэтому уже объявлены первые даты... Подождите, подождите. Первого альфа-теста. Они пройдут с 13 по 17 декабря в этом же году. Уже в Корее пройдут. И, естественно, для этого нужны корейские данные. Мы, конечно же, их достанем, попытаемся в свою счастье, закинем заявочку на ЗБТ. Будет доступ, будет, соответственно, стрим, будет прямой эфир. И будут также в дальнейшем ролики по этой игре выходить на YouTube-канале. Поэтому обязательно лайкосик поставили и колокольчик нажали, чтобы не пропустить этих видео. Вот. Это такое отступление. И теперь о проекте. Вынашивали идею эту давно. Она видала в информационном пространстве тоже как-то уже на протяжении года. Project V. Это невероятнейший проект. Все там будет очень супер. И тут появляются перед выставкой в Корее G-Star 2017 скрины. И все неопределенно. То есть какая-то sci-fi, какая-то механика. И реально даже на этих коротких роликах как-то не было... Ну, вообще не спалили, что это будут огромные дирижабли, механические роботы, полеты, глайдеры. Боже мой, там есть все. Этот проект, на который Bluehole потратили, видать, они начали заниматься им около двух лет назад. То есть, допустим, до двух, более трех лет назад. Потому что такую работу проделать, это нужно, по-моему, постараться. Я сейчас объясню. Bluehole фанаты движка Unreal Engine 3. Это старый движок. С учетом того, что уже есть Unreal 4. И на нем уже новые MMORPG проекты. Но в целом, они говорят, что довели оптимизацию. В промо-ролике есть приседание FPS. Но я опять же, еще раз говорю, не нужно на это как бы особо внимания обращать. Почему? Потому что во всех промо-роликах, которые мы знаем, начиная от Black Desert и все, есть приседание FPS. Это будет массовый RVR проект. Это значит, будут две расы, которые вместе сталкиваться. Сайт уже работает и функционирует. Вы можете также, если у вас есть стилинные данные. Мне кажется, уже его прям дико задедосили, потому что уже тяжело открывается. Вот уже есть сайт с классами. Также выполнен весь он в стимпанковском стиле. Удержанные тона. Это просто не может не радовать. Тут просто, понимаете, сразу Ганс Рингер. Все. У меня вопросов нет. Но и тут они не подкачают. Варлорд с двуручным молотом. Пожалуйста, ребят, пожалуйста. Хотели? Получайте. Также у нас есть Ассасин. У нас есть Мистик. И есть Сорсер. Ну, я так понимаю, Мистик это будет что-то вроде Хила. Сорсер, понятно, что Маг, Убийца. Варлорд это разделение, наверное, скорее всего. Это будет класс от паладин. Потому что есть двуручник. А я видел в ролике, и вы увидите с мечом. И с щитом. А точнее, с буловой и щитом. То есть, соответственно, будут подразделы под классы. Так как Ганс Лингер там был с пулеметом. И девочка, и, соответственно, с пистолетами. В ролике был девочка Ганс Лингер. Соответственно, есть разделение пополам на классы. Нет в этой дебильнейшей системы, которую все просто люто ненавидят. Кто люто ненавидит эту систему, отпишитесь, пожалуйста, в комментарии. Я хочу знать, сколько нас вообще. В принципе, тех, кто согласен со мной. Что не вот это разделение. Мальчик-девочка должен визард быть. Там кто-то, там, не знаю, стрелок должен быть. Там, я не знаю, вообще гендер, короче. Вот это все бесит. Соответственно, здесь этого не будет. Это уже я... Ну, по крайней мере, из того, что я вижу. Это вот наглядно. Это факт. Потому что я видел девочку Ганс Лингера. И здесь... А здесь нарисован мужик. Ну, по причет, конечно, не скажешь, но... Ну, он старается. В общем... Ну, новостей стало огромнейшее количество. Ребят, канал снова потихоньку оживает. И мой РПГ вливается. У нас скоро выйдут еще ролики по WoW Classic, по Battle of the Road. Вот, скорее всего, как у нас еще... Не знаю, я сейчас не сижу в инфополе. Мне, понимаете, сейчас не было мотивации на YouTube что-то снимать. Сейчас она дико есть. Меня это чисто очень сильно прям задело. Прямо за самое живое. И, знаете, так приятно задело, черт возьми. Вы посмотрите вот на вот это лицо этого человека. Оно не будет врать. Оно не будет врать. Это эмоции неподельные, ненаигранные. Я реально улыбаюсь сегодня весь вечер. Потому что это сегодня сделало мой день. И в последующие дни мне впервые... Есть что ждать. Два года Black Desert. Это было хорошо. Но, к сожалению, направление игры в азиатскую степь меня действительно уготомило. Здесь Rvro-система. Давненько не было Rvro-систем. В крупных проектах AAA, связанных с самым РПГ, действительно давненько не было. После BDO ничего такого не выходило глобального. Даже BDO, она не Rvro-ка. То есть, можно что-то интересное 3D-шное. То есть, можно вообще даже BDO пропустить в очень большой промежуток. Мы не будем брать, допустим, тот же Revelation. Точнее, Блесс в счет. Потому как, ну, сами понимаете, это был немножечко другого стиля проекта. И вот Air. Название. Стилистика. Сеттинг. Все прекрасно. Давайте, в принципе, я понимаю, что уже затянул этот ролик. И все-таки хочется вам показать. Давайте вместе посмотрим трейлер. И насладимся этим же моментом. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Надеюсь, сейчас вас, как и меня, переполняет сильнейшие эмоции от просмотра этого ролика. По нему я могу одно сказать, что действительно работа над игрой шла все эти долгие годы. Да, есть определенные какие-то недочеты, есть очень много похожего и все равно слишком много вопросов, а что-то ПВП у нас будет ждет, насколько оно сильно будет нас мотивировать в этой игре. Это самые главные камни преткновения для всех игроков, которые, ну, стремятся быть лучшими, стараются туда пойти гильдями и завоевывать все кланами. Я думаю, мы это все очень скоро узнаем. Осталось всего лишь ждать какой-то месяц. Действительно, какой-то месяц в рамках того, что сейчас происходит в мире многопользовательского онлайна, в частности, RPG. За этот, как я уже сказал ранее, за эти две недели произошло больше, чем за последний год по новостям. Одно могу сказать. Есть странные вещи, которые я увидел. Это, в частности, для меня был такой, типа, знаете, типа, как-то это было вот примерно вот так. Сейчас я объясню, покажу точнее наглядно. Это было, типа, что вы? Это связано с тем, что я увидел интерфейс, очень похожий на блеск. Ну, в принципе, ладно. Если в этой игре, ну, прослеживается серость, так называемую, но я надеюсь, она все компенсируется здесь интересной боевкой. Мы это все увидим, так как, еще раз, для тех, кто не знает, стиль стимпанк, он очень узко специализирован в плане направления цветов и красок. В частности, это люди, которые делали, знали. Они прекрасно понимали, что для MMORPG, лично для меня, серость блеси была убийственной. Я не мог на этой игре находиться. Я обычно делаю так. Спустя уже около получаса игры. Ну, вот так вот получается. Здесь, надеюсь, такого не будет. Ну, в общем, все увидим с вами. Я надеюсь, вы также будете продолжать следить за новостями, приходить к нам на прямые трансляции. Они, ссылочки в описании, также они проводятся на YouTube. И по всем новостям и по доступу на ЗБТ буду сообщать уже в группе ВК. Рад, что снова появляюсь у вас на мониторах. С вами был Юга. Добрых вам MMORPG и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok